Всем привет! С вами канал ArtMoney И сегодня мы с вами будем делать экспериментальное мацони То есть эксперимент И делать мы его с вами будем Вот из такого вот био-йогурта Классический Здесь живые бактерии Вот тут прямо написано Растительные волокна Короче, вот что-то такое Я знаю, что мацони можно сделать из этого Будем с вами пробовать К сожалению, у меня были Было мацони, но мои бактерии погибли Не дождавшись меня С отпуска, скажем так Вот И мы с вами будем пробовать из такого Для этого нам понадобится, конечно же, молоко У меня магазинное Его немножечко подогрело, поскольку это все-таки Магазинное молоко Проверяем мы его так То есть Мизинец Левой руки Засовываем И его должно чуточку жечь Ну Где-то такой Немножко не то, что теплый там А чуточку такой горяченький Вот Также нам понадобится литровая бутылка Поскольку молока у меня литр И, конечно же, пиалочка Вместе с ложкой Где мы будем это все перемешивать Для начала Вот Ну и, конечно же, сам какой-нибудь там йогурт Я знаю, что мацони делается из йогурта Мне писали вы в комментариях Поэтому мы будем с вами экспериментировать И пробовать Предыдущий, кстати, мацони у меня был из бактерий Самого мацони Вот Так Теперь мы, значит, с вами Молоко наливаем в банку И немножечко нальем сейчас сюда Немножечко даже еще горяченькое Может быть, даже подождать чуть-чуть еще придется Даже вам пар появился Ой, что-то лишнее Прям, видите Немножечко даже оно горяченькое Немножечко сейчас еще подожду я Чтобы оно было не сильно жгло Чтобы Вот Наливаем мы сюда В этой чашечке мы с вами будем перемешивать То есть не просто вы там вывалили туда И пытаетесь как-то все это перемешать А сначала мы с вами перемешаем в маленькой пиалочке И потом эту пиалочку выливаем туда Так, давайте пока рассмотрим Наш с вами био-йогурт На него, кстати, тоже будет отдельный обзор Сейчас мы тут состав найдем А, состав Ну Да, загуститель, тра-та-та Все примерно такой же А вот Вот он состав Вам Беленький, вот так он выглядит Так, ну вот у нас чуть-чуть еще остыло Палец не должно сжечь Ну, такая она должна быть не горячая Ну, не сильно, ну, как бы не совсем уж и тепленькая То есть где-то вот средняя Где-то так вот Так, сюда мы, значит, будем класть одну столовую ложку Вот так вот мы берем Опа С горкой, как следует И кладем сюда И перемешиваем ее Хорошенечко надо перемешать Вот, чуть-чуть даже комочечки есть Даже что-то продолжает оставаться Жизненькое Положу-ка я, наверное, еще чуть-чуть У нас с вами все-таки эксперимент Положу побольше Вот так вот Где-то полторы столовые ложки мы кладем с вами Или если по-другому две То без горки Надеюсь, у нас с вами что-то получится вкусное Вот она, кстати По-моему, не настолько жирная Жизненькая становится Так Сюда кладем И теперь вот это мы выливаем с вами В основную банку Ой, прям как раз целая получилась банка Так, теперь это все перемешиваем там Все Так Теперь мы все это закрываем крышкой А можно марлей накрыть Там кто-то говорит, что они дышат Там что-то происходит Не перекрывать им дыхание там и так далее Я уже делала Закрывала крышкой Ничего страшного Как бы все получается Вот, закрываем крышкой Вот так закручиваем Так, теперь, значит, мы накрываем Двумя, тремя, четырьмя полотенцами Вот у меня, смотрите Вот тут такой хороший слой Мы вот так вот ее накрываем Вот так вот Вот Можно еще даже сверху И оставляем где-то от 5 до 8 часов Именно вот так вот Потом с вами откроем Через 5-8 часов встретимся Посмотрим, что же у нас там получилось И я расскажу, что делать дальше Это еще не все Вот так вот мы ее передвинем подальше Чтобы она не особо нам здесь на столе мешала Вот она И так оставляем Так, я сейчас уже все оттуда убрала Смотрите У нас получилось Вот он такой мацони Все, короче, теперь мы его отправляем в холодильник У нас вечер До утра И завтра с утра или в обед Посмотрим, как у меня будет время Мы с вами его будем уже пробовать Ну вот, он такая вязкая масса получается В принципе, да Вот таким он и должен быть Честно говоря, я даже испугалась Думала, ничего не получилось Думаю, что же я буду делать теперь Но нет, получилось Сейчас перемешаем Там на дне Уже так запустело больше Ой Ну все До завтра Так, ну вот у нас прошли сутки Простояла ночь День немножечко Нашим мацони И давайте его откроем Так, так же я еще возьму тарелочку Мы с вами посмотрим Оно уже немножко постояло в тепле Так, да, его нужно перемешать Немножечко Конечно, получился совершенно другой эффект Не такой, как у меня был до этого То есть тут прямо его нужно помешать Немножко есть Отделяется мацони от молока Может быть, надо было его слить Но, кстати, похожий эффект Когда перемешиваешь, она такая становится слизкая То есть то мацони у меня тоже такое же было И даже видно, здесь на ложке есть А тут ложка как будто прям полностью чистая То есть вот этот вот эффект, он остался Так, сейчас мы перемешаем До низу До самого Вот, как бы вам показать Такая, ну да, такая слизкая получается Будем с вами еще, конечно же, экспериментировать Пробовать Так, давай сюда вот На тарелочку его с вами нальем Посмотрим присутствие каких-то комочков Потому что предыдущая смесь у меня была мацони Там были комочки Самого настоящего магазинного мацони Было не очень приятно это выглядело Вот здесь вот не особо Но, в принципе, если, допустим, вы оставите вот эту вот На данный момент бактерию мацони Если вы будете вот То есть вы скушали, да, вот это все У вас тут остается чуть-чуть Ложку столовую оставляете Делаете опять все полностью так же Добавляете сюда столовую ложку И у вас, хоп, еще литр мацони Потом оттуда вы уже со второго литра То есть со второго раза, вернее, вы берете опять ложку столовую Делаете третий, пятый, двадцатый, десятый, сотый раз И вот так каждый раз ложкой он у вас может уже поменяться Если, допустим, вы используете деревенское молоко То со временем, там уже с пятого, двадцатого, сотого раза У вас уже будет полностью ваша натуральная мацони То есть уже от магазинной бактерии У вас практически ничего не останется Вот Ну, тут вот видно, вот она Так вот даже поднимается Ну да, она такая слизкая В принципе, там она была тоже такая же Вот сверху кажется, как будто Сверху она, кстати, такая жиденькая довольно Но все равно Как это напоминает лизуна Так, сейчас мы с вами его, кстати, попробуем Вот такая вот даже вот Видно, что двигается Как будто там молоко просто налито Вот, ладно Не буду вас долго затомить Давайте попробуем Кстати, очень вкусно Она по вкусу Вот прям реально напоминает То мацони, которое у меня было Но немножко оно, кстати, повкуснее даже Немножечко оно все-таки другое Более такое какое-то особенное То было прям такой явный был вкус Прям мацони такой прям явно выраженный Мне немножечко он, честно говоря, не нравился Мне хотелось что-то более поприятнее Здесь вот получился более приятный такой вкус Но все равно он есть Так, это грязно, конечно, туда лазить не буду Вот, ну вкусно Получилось мацони Честно говоря, я боялась то, что Может не получиться мацони Потому что все-таки мы взяли с вами йогурт По сути Вот у меня вторая пачка еще есть То есть био-йогурт это был Да, и мог получиться тоже йогурт Но у нас получилась мацони Вот, может быть, это какая-то часть йогурта, кстати, получилась Ну, в принципе, мацони можно использовать как йогурт точно так же Так, давайте его вот тут поставлю Чтобы вы его рассмотрели С чего это было сделано у нас с вами мацони изначально Вот, в принципе, его можно использовать как йогурт, например Положить пиалочку Побросать туда ягоды какие-то Перемешать сахар, мед, там, что вам нравится И есть как йогурт В принципе, можно так Уже свой домашний, не боясь Без всякой там химии Ну, без всякой химии он там будет уже Когда вы из него сделаете там уже Из этой бактерии, вернее, сделаете уже там 20-й раз Он будет считаться уже без всякой там химией Она уже, эта вся химия постепенно-постепенно уйдет То есть, это прям вот такой классный способ Так, хранить с этом мацони может быть, может, около недели в холодильнике Может, даже чуть-чуть и побольше Полторы недели, но не больше Вот, не знаю, можно ли его законсервировать Честно говоря, я не пробовала, но подумываю об этом Быть может, немножечко попозже Если вам это будет интересно Мы с вами можем какую-нибудь маленькую баночку Так вот попробовать законсервировать И, может быть, она, например, может пролежать целый месяц Вот, также у меня, кстати, предыдущего моего мацони Бактерия есть в замороженном виде И, наверное, как-нибудь, не знаю пока когда Мы с вами еще попробуем из замороженной сделать Получится у нас мацони или нет Вот мне тоже так вот очень интересно Что там получится из замороженной Вот, но, в принципе, получилось Конкретно из этого био-йогурта Вот, но это наш с вами еще не первый эксперимент Мы будем с вами дальше экспериментировать Скоро появятся следующие эксперименты Тоже интересные Йогуртов всяких у нас много в магазине На сегодня это все Смотрите другие ролики, другие эксперименты разные Смотрите кулинарию, как я готовлю Какие там вкусняшки у нас получаются Халава, кстати, есть на моем канале Индийское блюдо очень безумно вкусное Его не каждый может приготовить Но вы все-таки попытайтесь Я думаю, у вас получится Вот, также влоги, как мы с сыночком живем Путешествуем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся Также путешествия Обзоры на технику, на продукты Обзоры Вот, кстати, будет Вот на этот вот йогурт будет отдельно Еще обзор Мы с вами его попробуем Какой же он сам на вкус Насколько он вкусный Ну, кстати, по вкусу Я вот предыдущий потом скушала По вкусу они отличаются Вот, честно могу сказать И здесь вот больше прям получился вкус мацони Вот как у меня был предыдущий Вот есть Ну, что-то от него есть прям вот такое А здесь вот другой вкус Как будто там какая-то особенная, знаете Маленькая такая звездочка Пускай будет мацони Или там нет Как будто я его заколдовала Пусть это будет мацони Ну, хоп, так и мацони Пусть это будет йогурт Он там раз в йогурт превратится Ощущение было вот такое Ладно, не буду вас забалтывать Так, влоги смотрите обязательно Так, обзоры на продукты, на технику Что-то там еще фоны всякие у меня Там фоны, фаны, фанов Они и так далее Вот, и с вами был канал Artmania Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok